На волнах радио Беларусь. Очередной выпуск программы «Беларусь и мир. Взгляд из Минска». Я Евгений Новиков, автор и ведущий этой программы, снова приветствую всех беларусов на нашей огромной планете Земля. Сегодня у меня в студии снова гость Виктор Алексеевич Ефимов, ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Он приехал специально в Минск. Он вчера выступал в Доме Москвы, Виктор Алексеевич, и выступали вы перед переполненной аудиторией. В основном была молодежь, 90%. И я очень рад приветствовать вас в нашем городе-герое Минске. И я очень благодарен вам за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо вам за приглашение. Для меня поездка в Беларусь имеет особый смысл, потому что я встречаю здесь очень близких людей по духу. И с надеждой, в общем-то, смотрю на Беларусь. Вы храните некие такие глубинные тайны всего человечества, возможно. Спасибо, Виктор Алексеевич. Я предлагаю вот что обсудить. Вы доктор экономических наук, вы исследователь, по-другому я не могу сказать, вы сторонник концепции общественной безопасности. Вы анализируете глобальные процессы. Скажите, есть ли альтернатива сегодня у человечества? Неужели вот так и будет дальше продолжаться войны, сплошные катаклизмы, причем войны самые изощренные уже, начиная от горячих и заканчивая информационными, климатическими, вакуумными, звуковыми какими-то там оружиями уже не воюют люди. Все идет на уничтожение человечества. Вот на ваш взгляд, есть ли альтернатива этому порядку? Вы знаете, я убежден, происходящее сегодня это не есть суть цивилизации человеческой на Земле. Мы созданы совершенно для иного. И сегодня мы наблюдаем, возможно, агонию предыдущей концепции. То есть мир порядка 3-4 тысяч лет в последнее время устойчиво управлялся на базе, если угодно, такой пирамиды управленческой, толпы элитарной. Когда наверху были те, кто что-то понимает, а внизу толпа, которая чем меньше она понимает, тем более устойчиво управление. Вот сейчас эта пирамида с очевидностью переворачивается, и мы, к сожалению, попали вот на этот период перемен. Но это связано с тем, что дальше управлять по прежней схеме уже не получится. И чем раньше осознает это нынешняя элита, тем меньшее издержки мы получим вот в этом переходе. Пушкин, по-моему, наиболее ярко сказал о глобальном предикторе, если угодно, о глобальной системе управления вот сегодняшнего дня. Он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Поэтому в соответствии с законом времени происходит смена концепции глобального управления, смена концепции глобализации человечества. И убежден, уже в ближайшие 10 лет человечество выйдет на принципиально новый способ организации жизни на Земле. То есть вы констатируете факт того, что имеет место кризис глобального управления. То есть современная нынешняя мировая элита не способна управлять процессами в глобальном масштабе и в национальных масштабах тоже. Единственное, что она может это организовывать войны, перевороты. Сейчас это уже глобальная война называется. На ваш взгляд, откуда можно ждать вот этих новых прорывов, глобальных прорывов, идей новых? Какое место той же России? Вы знаете, сегодня очевидно, что две альтернативных идеи, два альтернативных подхода, они витают в воздухе. Это уже всем очевидно. Хотя фактическая власть принадлежит вот предыдущей концепции, если посмотреть и на средства массовой информации по преимуществу, и на кредитно-финансовую систему. Но что касается идей, то сегодня уже очевидно, что колоссальный спрос на те идеи, которые выпадают вот из нынешнего поля. Действительно, есть такое жесткое правило, что никакое богатство не способно перекупить влияние обнародованной мысли. Так вот, сегодня эту мысль ждет с надеждой человечества, и мы видим конкретные шаги в этом направлении. Это и создание объединения БРИКС, это и Евразийский союз, это, наконец, Братский союз, Евразийский экономический союз. И в целом бывшие страны Советского союза, они все равно объединены единым духом. Там дух-то иной. И вот это и есть, может быть, олицетворение тех новых идей, на которые предстоит перейти человечеству. И я не скрою, что особые надежды я, конечно, связываю с Белоруссией. Мне кажется, так сложилась уже судьба, что вот и минские соглашения последние по Белоруссии, это далеко не случайный рядовой факт. То есть Белоруссия в некотором смысле сегодня может стать вот страной, как мы иногда говорим, малая страна, большая идея. И именно из Белоруссии, может быть, сегодня было бы логично выстраивать системы и идеи глобализации по-новому. Вот они, конечно, сегодня представители этой новой вот такой идеологемы. Они есть исключительно во всех странах мира, практически вот ко мне только что. Из Австралии приезжали, из Канады, из Италии. Соединенные Штаты приглашали меня в Китай с докладом. То есть везде есть вот потребность в этих идеях. И почему бы не Белоруссии выступить здесь инициатором вот создания такого, если угодно, международного движения в сторону добра, справедливости, в сторону не каких-то измов, а в сторону человека разумного. Получается, что в принципе в основе всего того, что мы видим, вот в основе процесса переворачивания вот этой самой пирамиды, которая переворачивается верхушкой вниз, получается, что в основе этих процессов и нам, не знаю, наверное, не повезло жить в этот период исторический, потому что мы видим, что переворачивание этой пирамиды идет через войны и через большие потрясения для целых континентов уже. В основе всего этого можно назвать, на мой взгляд, процесс начала краха однополярного мира. И создание вот таких формирований, как БРИКС, как ШОС, Евразес, потом экономический проект Китая «Шелковый путь» – это все создание вот этого альтернативного механизма для создания уже двухполярного мира, как минимум. В этой связи и Беларуси есть место, потому что я знаю, что многократно белорусское высшее политическое руководство на всех уровнях уже в течение многих лет выступало и выступает с самых высоких трибун против однополярного мира. И то, что вы сейчас сказали про Беларусь, оно нормально вписывается в то, что у нас происходит в стране. Чем быстрее будет создан этот второй полюс, второй, а может быть будет и третий, тем быстрее будет развиваться политическая конкуренция, механизм сдержек и противовесов на международном, на глобальном уровне. Я согласен, что в основе перехода на новую концепцию лежит конкретная идея перехода к многополярному миру, потому что в рамках того, что мы имеем сегодня, никакие новые идеи в принципе не могут пробиться на мировую арену. Но здесь самое главное, чтобы мир-то был многополярен, но идея глобализации, она, конечно, должна быть едина для всех народов на Земле. Земной шар – это все-таки теперь уже относительно небольшой такой космический корабль, и мы должны ощущать себя участниками вот этого единого экипажа. И мы можем потерять космический корабль в целом, если не изменим концепцию глобализации. Поэтому многополярный мир – это не самоцель, а это способ решения базового вопроса перехода к новой концепции глобализации, которая сегодня, еще раз говорю, что она фактически разработана. И вот та концепция общественной безопасности, которую и наш президент утвердил в 2013 году, она ведь является плодом разработки, в общем-то, общественной инициативы многих и многих стран мира. И переход к ней – это вопрос времени. Тут, понимаете, есть очень важный момент еще. Вы согласитесь с тем, что процесс глобализации, он объективен. Его невозможно остановить. Просто сами экономические процессы, социальные процессы, процессы в культуре происходящие, они ведут к глобализации. В широком смысле слова, сегодня важно, чтобы глобализация не сохранилась, или, так скажем, в том виде, в котором у нас сегодня вот эти процессы происходят, они губительны, и не только для человечества, но и для планеты, как для даже космического тела, скажем так. Поэтому здесь принципиально важно понять, что глобализация должна поменять знак. Я согласен с вами, что концепция глобализации – это исключительно субъективный параметр, и он меняется волей людей и идеями, и мыслями глобализаторов. На волнах радио «Беларусь» очередной выпуск программы «Беларусь и мир. Взгляд из Минска». Я, Евгений Новиков, автор и ведущий этой программы, продолжаю интервью с Виктором Алексеевичем Ефимовым, ректором Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Виктор Алексеевич вчера прилетел в Минск специально для того, чтобы выступить в Доме Москвы с лекцией. Скажу сразу, Виктор Алексеевич, что это знаковое событие в масштабах Беларуси, потому что приехали люди со всех уголков Беларуси, с России, приезжали люди с семьями. Мы это видели, и вы тоже это видели. Мы сегодня с вами говорим в этой студии о процессах глобализации, и мы видим, что нынешняя, так скажем, элита мировая, идя на процессы, на глобальные процессы, она привела человечество в полный тупик, привела к такому вопросу, как глобальное уменьшение народонаселения через войны, через всякого рода отравы. Скажите, если процесс глобализации, вы говорили в первой части программы, это объективный процесс, но остановить его невозможно, если сегодня человечество стоит на некой бифуркации, на некой развилке дорог, либо продолжать дальше этот путь, и тогда это гибель человечества и этой цивилизации, а может и всей планеты, как космического тела, либо другой вариант, тогда это будет уже процесс глобализации, но некий другой. Как вы видите, каким должен быть этот процесс? Вот основное отличие концепции, которая сегодня предлагается, и на которую мы считаем человечество будет переходить, вынужденно и осмысленно, наверное, суть этого процесса в том, что произойдет разворот к интересам человека. Вот если мы присмотримся к происходящему сегодня, вот вы можете любой вопрос сегодня мне задать, по любой сфере жизнедеятельности общества, и я вам скажу, что в той пропаганде и в тех советах и рецептах заложены всегда интересы транснациональных корпораций, а не интересы самого человека. Это практически можно наблюдать по любой сфере жизнедеятельности нашего общества, но давайте возьмем элементарный вопрос, вопрос питания. Ведь если посмотреть на интересы человека, то питание должно быть рационально, и оно должно способствовать формированию здоровья человека. Но сегодня сделано все, чтобы увеличивать просто прибыли транснациональных корпораций. Именно поэтому при изготовлении муки, к примеру, отбивается единственное ценное, что в зернышке содержится, это росточек. А почему? Да потому что если росточек оставить, муку невозможно хранить годами, она начнет прогоркать, пострадают интересы компаний. Поэтому нужно есть в действительности хлеба немного, но цельного, зернового. И вот так в любом вопросе. Нам будут говорить, что сегодня нам грозит голод, и нужны ГМО-продукты, но я абсолютно уверен, что никаким голодом и близко тут не пахнет, что называется, речь должна идти о рационализации системы питания. Так рекомендовано в Библии, можно почитать там в книге Бытия, и мы увидим, что Бог рекомендует нам в пищу. То есть можно рационализировать мир. И так практически по любому вопросу. Куда мы не посмотрим, в действительности глобализация предполагает отстаивание интересов не конкретного человека, не укрепление родовой генетики, не укрепление его разума, а увеличение прибыли корпорации. Это и градостроительные парадигмы. Опять же, у нас в России по 12 гектаров земли на человека, а мы все живем в многоэтажных высотных домах, которые являются мутагенным фактором, а природа брошена. И вот так можно перечислять любой вопрос. Тут получается, что в принципе, в основе продовольственной безопасности и в национальных масштабах, в масштабах конкретно государств и стран, и в глобальном масштабе, опасность не в том, что не хватит продовольствия, его хватает. Бесспорно. А опасность в том, что распределяются эти продовольственные потоки, это продовольствие неравномерно и несправедливо, так скажем. Ну, не только даже не в этом смысле, а в смысл в том, что в любом случае оно вредоносно. Или от того, что его очень много, или от того, что его очень мало. Вот возьмите Соединенные Штаты. Там великолепно поставлена вот система обеспечения продовольствием. Там мы знаем продовольственные талоны, мало обеспеченным семьям. Сколько, 6 миллионов. И там сколько угодно продовольствия. Но к чему это привело? Это привело к тому, что более 60% населения идёт в режиме физиологического вырождения, именно от переедания. Вырождение. Да, идёт вырождение напрямую и идёт подрубание генетики родовой. Поэтому вопрос именно даже не в том, что вот где-то много, а где-то мало, а вопрос в том, что нерационально. Нет ни одной точки, где это было рационально. Вы имеете в виду рационально по качеству питания? Да, рационально по структуре питания в конечном счёте. Потому что структура питания, она задаётся опять через интересы транснациональных корпораций. Вы включите телевизор в России с утра, и там все знаменитости жарят, парят котлеты, готовят какие-то изысканные блюда. Но я вот в последние годы на сыроедении. И вы знаете, моё самочувствие улучшилось на порядок. Я действительно почувствовал себя, наконец, крепким, сильным и здоровым человеком. Вот в чём секрет. Но это уже вопрос не продовольствия, это вопрос, если угодно, психологии и разумности самого человека. И получается, что человек, мы говорим образно, человек сам себя загоняет. Ну, я бы не сказал, не сказал бы даже, что он сам. Это его загоняют. Причём он думает, что это он делает по своей собственной инициативе. А в действительности это называется эгрегориально-матричное управление человечеством. Когда задаётся некая матрица, все потихоньку пьют на экранах, все курят, все, так сказать, с утра до вечера на телевизоре жарят и парят мясо. И человек воспринимает это как норму. А потом он уже принимает решение, но он принимает решение на базе той информации, которая сгружается в его мировоззрение. А вот мы как раз ставим своей задачей дать другую информацию. При этом мы никому ничего не навязываем. Нельзя волю человека как-то подавлять, что-то ему предлагать. Ему просто надо дать информацию разностороннюю. А дальше он сам пусть принимает решение. Пусть выбирает. А, к сожалению, вся информация сегодняшнего дня, она жёстко ориентирована исключительно на интересы транснациональных корпораций. Хотя подаётся это под эгидой заботы о человечестве. Вот чтобы не было голода, вот чтобы люди были веселые, вот чтобы они были счастливы. Поэтому им надо выпить, закурить, потом таблеточки. Посмотрите, с утра до вечера бесконечная реклама таблеток. Да я просто, в принципе, не прикасаюсь к таблеткам, потому что нельзя искать здоровье у врачей через таблетки. Да, и то же самое, всякого рода прививки, и проверенные, и непроверенные. Потому что, как выясняется, прививки и вирусы разрабатываются в одних и тех же лабораториях. Это всё бизнес. Ну, сегодня, вот я вам скажу, недавно была такая информация, подробно давалась, что, скажем, в тех же Соединённых Штатах, там две команды, работающие как одна. Одна команда работает на то, чтобы люди полнели, а другая команда работает на то, чтобы они похудели. То есть, ну, на похудание сейчас... И все имеют навар на этом. Да, да, самый большой бизнес. Потому что, допустим, сахар и белая мука, это инструменты разрушения, в общем-то, человеческой генетики, подрубания здоровья, и они вызывают полноту. А дальше вам приходит следующая команда, и начинают вас лечить от полноты. Хорошо, тогда я по-другому задам вопрос вам. Вопрос жёсткий. Скажите, пожалуйста, вопрос воли человека. Можно ли сказать человеку, приказать, в хорошем смысле слова, можно ли через СМИ и надо ли? Конечно, вы скажете, надо. Но почему не срабатывает? Почему всё-таки побеждают сторонники того пути, который привёл в тупик? Вот в основе наших перемен будущих, конечно же, изменение самого человека. Без этого мы никуда не сдвинемся ни на шаг. Поэтому работа над собой – это самая сложная работа, и именно в этой работе ключ к будущему изменению устройства жизни человека на Земле. То есть, так скажем, что вопрос стоит перед самим человеком, перед конкретным человеком. Каждый должен выбрать свой путь. Либо оставаться в прежней парадигме, либо переходить на какие-то новые, так скажем, парадигмы, и идти уже по каким-то совершенно другим методикам, и жить, и организовывать свою жизнь, свой быт, своё видение мира. Ну, в русле, если концепции нашей говорить, то мы говорим, что да, сегодня есть люди с оттенками психики, либо животного строя психики, когда на первом месте инстинкты, либо зомби-биороботы, которые копируют действия окружающих, либо демоны, которые способны сами принимать решения. Но есть ещё человек разумный, который живёт прежде всего интуитивными прозрениями, подсказками души, и обладает чувством меры и чувством развлечения. Вот за такими людьми будущее. За такими людьми будущее. Виктор Алексеевич Ефимов, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. Я надеюсь, что это наш не последний разговор. Я надеюсь, что вы ещё приедете в Минске, выступите не с одной лекцией, и ещё не один зал, полный зал будет собран на ваши лекции. И я очень приглашаю вас, искренне приглашаю поговорить, потому что нужно говорить, особенно с молодёжью. Молодёжь эта сегодня находится под самым сильным ударом. Ваши лекции, ваши идеи, ваши взгляды очень важны, и они, в общем-то, ключ к будущему. Спасибо, Виктор Алексеевич, большое. До новых встреч. Мы встретимся с вами через неделю, уважаемые радиослушатели. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!